Здравствуйте! Я очень рада встрече с тобой. Добро пожаловать в онлайн МИКТЕП. Тема сегодняшнего нашего урока – непроверяемые гласные. И для чего нужен режим дня? Сегодня на уроке ты узнаешь, как не ошибиться в написании слов с непроверяемой гласной. И научишься применять правила проверки безударных гласных в словах. На прошлом уроке мы узнали о роли ударения в словах и научились проверять безударные гласные, подбирая проверочные слова, используя правило. Давай вспомним это правило и выполним упражнение, которое ты видишь у себя на экране. Вставь пропущенные буквы в слова, а в помощь тебе внизу слова-помощники. Найди проверочные. Тропа, нора, нога, слова, сова, облака. Получилось? Давай проверим. Тропа, тропы. Пишем безударную гласную О. Нора, норы, пишем безударную гласную О. Нога, ноги, безударная гласная О. Слова, слово, сова, совы, облака, облака. В словах пишется безударная гласная О. Ты заметил? Очень часто звук и буква расходятся. Слышим А, а пишем букву О. Чтобы продолжить наш урок, отгадай загадки. А отгадками будут слова, с которыми мы поработаем дальше. Мои новые подружки и блестящи, и легки, и на льду со мной резвятся, и мороза не боятся. Что это? Правильно, коньки. И вторая загадка. Лопасть есть в руке моей, по воде, грибуя ей. Для того, чтобы наша лодка по воде скользила ходка. Что это? Не лодка, это весло. Лопасть в руке. Это весло. Слова лодка и весло. Давай попробуем эти слова изменить так, чтобы безударная гласная была под ударением. Попробуем применить правило проверки безударной гласной. Получится ее проверить. Коньки. Конечки. На коньках. Конькобежный спорт. Как бы слово коньки не меняли, какую бы форму этого слова не использовали, слог, в котором нужно проверить безударную гласную О, не становится ударным. А как же быть со словом весло? Мы знаем, что слово можно изменить так, чтобы оно обозначало много предметов. Давай попробуем. Весло. Весла. Появляется вдруг буква Ё. Её так и называют чередующиеся гласные. На веслах. Без весла. И в этом слове гласная Е в первом слоге никак не становится ударной. То есть ударением проверить безударную в этих словах невозможно. Как же быть? Остается только одно – запомнить написание таких слов и посмотреть правописание этих слов в словаре. Словарь называется орфографический. Если ты сомневаешься, можно к нему обратиться. Таких слов в русском языке огромное количество. На прошлом уроке мы с тобой записали ещё одно новое слово. Это слово сорока. А сегодня в твоём словарике появится новое словарное слово – слово коньки. А значение этого слова мы с тобой говорили на предыдущих уроках. Давай ещё раз разберёмся, как же действовать, если тебе нужно проверить безударную гласную. Итак, безударные гласные бывают проверяемые, когда мы её можем проверить ударением, и непроверяемые. Если это проверяемая безударная гласная, то, как ты уже знаешь, мы подбираем такое проверочное слово, чтобы эта гласная была под ударением. Меняем форму слова или подбираем близкое по значению слово – однокоренное. А если это непроверяемая гласная, ты пытаешься её проверить, меняешь форму слова, подбираешь однокоренные, никак не становится эта гласная ударная. Значит, это непроверяемая безударная гласная, и у тебя выход один, чтобы не сделать ошибки. Если ты не помнишь наверняка, как пишется это слово, ты обращаешься к орфографическому словарю. Находишь орфографический словарь, вспоминаешь, что в орфографических словарях все слова написаны в алфавитном порядке. Смотришь на первую букву слова, которое нужно тебе проверить, открываешь нужную тебе страничку и находишь написание этого слова. В твоем учебнике обучения грамоте и русского языка ты тоже найдешь на последней страничке маленький орфографический словарь, в котором есть те слова, которые тебе встречаются при изучении твоего предмета. Возможно, это слово ты найдешь и здесь. Давай понаблюдаем и докажем, что как бы эти слова мы не изменяли, слог не будет ударным. Изменим форму слов и подберем однокоренные, если это получится. Береза, березовый, подберезовик. В слове есть буква Ё, а она всегда под ударением. Пальто, ты уже знаешь, что это словарное слово. Ходить без пальто. Осина, осиновый листочек. Снова слог не становится ударным. Одежда. Ходить без одежды. Без одежды. Первый слог всегда безударный. Платок, платочек. Без платка. Слог с безударной гласной не становится ударным. Сапоги. Без сапог. Сапожок. Сапожник. Первый слог безударный. Костюм. Без костюма. В первом слоге гласная всегда безударная. Тополь. Тополиный пух. Ты убедился, что есть в русском языке очень много слов, проверить которые невозможно. Многие из этих слов тебе уже знакомы, а какие-то нет. Проверь, какие из этих слов у тебя уже записаны в словарик, а те, которые не записаны, запомни и запиши. Проверяй написание этих слов по орфографическому словарю. Ты заметил, какие гласные в безударном положении чаще всего надо проверять? Верно. Это гласные. О, А, Е, И. Именно они часто слышатся и пишутся по-разному. Будь внимателен. Применяй правила написания и проверки этих гласных или пользуйся словарем. Пиши правильно. Слова словарные очень коварные, потому что пишутся они не так, как слышатся. Чтобы грамотно писать, надо их запоминать, да почаще повторять, со словариком сверять. Запомни это и будешь писать грамотно. А давай с тобой поупражняемся распознавать слова с непроверяемыми гласными. Находить их среди других слов. Ты готов? Давай прочитаем слова. Подумай, какие правила ты будешь использовать при написании данных слов. Какая это орфограмма? Даю тебе минутку. Проверим. Проверим. Вспомни, какая это орфограмма. Если можно, подбери проверочное или обратись к словарю. Слово «дорога» – непроверяемое, безударное, гласное. Написание этого слова нужно запомнить или посмотреть в словаре. Слово «часами». В этом слове другая орфограмма. Гласное после шипящих. Час. Сочетание «ча» пиши с буквой «а». Домой. Безударное гласное «о» проверяется. Проверочное слово «дом». Длинное слово «гимнастика». В нем сразу две орфограммы. В первом слоге безударное гласное «и» не проверяется. Ее нужно запомнить. А вторая безударное гласное проверяется словом «гимнастический снаряд». Обед. Тоже две орфограммы. В первом слоге непроверяемое безударное гласное «о». И на конце парное согласное «д», которую ты умеешь проверять. Проверочное слово «обеды». Одежда. Безударное гласное в первом слоге не проверяется. Это слово нужно запомнить или посмотреть его написание в словаре. И слово «ужин». В этом слове орфограмма сочетания «жи» пиши с буквой «и», гласное после шипящих. Посмотри, сколько правил ты уже знаешь и умеешь распознавать орфограммы. Какой мы сделаем вывод? Что орфограммы бывают проверяемые и непроверяемые. А какой рассказ можно составить с этими словами? Посмотри еще раз и прочитай их. Догадался? Если нет, я тебе дам подсказку. Посмотри на следующий слайд. Что ты видишь? Верно. Перед тобой распорядок или режим дня. Все эти слова встречаются тебе в твоем режиме дня. Убедился? Обед, ужин, зарядка, прогулка. Все эти слова есть в режиме дня. Почему я об этом тебя спросила? Я уверена, что ты соблюдаешь свой режим дня и чередуешь учебу и отдых. Я предлагаю тебе записать свой режим дня и руководствоваться им в течение всего своего рабочего дня. И вовремя отдыхать, чередовать работу и отдых. А теперь еще одно задание. А что главное в режиме? В режиме главное порядок и соблюдение временных рамок. Давай с тобой дадим советы и допишем предложение, которое ты видишь на экране. Учись пользоваться часами, делай все вовремя, никогда не опаздывай. Ежедневно выполняй утреннюю зарядку или гимнастику. Обязательно завтракай. Во время уроков сиди ровно. В школе ешь второй завтрак. Во время еды не читай книги и не разговаривай. Чередуй выполнение домашних заданий и отдых. Уделяй время для чтения, рисования, игр. Ежедневно наводи порядок в своей комнате. Готовь одежду и принадлежности в школу вечером. Ложись спать в одно и то же время. Молодец! Соблюдай эти правила и ты всегда будешь бодр и весел. А у нас пришло время подвести итог. Сегодня на уроке ты узнал, как не ошибиться в написании слов с непроверяемой гласной. Ты научился применять правила проверки безударных гласных в словах и пользоваться словарями. Я желаю тебе удачи. Будь здоров. До свидания.